Проповедь Мы с вами остановились в прошлый раз на проповеди Петра в книге «Деяния апостолов» во второй главе. И, собственно, здесь же будем продолжать. Как я и говорил, вполне может быть, многие исследователи с этим соглашаются, что проповедь как раз и была тем самым проявлением иного языка, которое там происходило. То есть он проповедовал на своем языке, а его слышали на разных. Почему к такой мысли приходят? Потому что, ну, во-первых, выше было об этом упоминание, что каждый слышал, говорящий на своем языке. А во-вторых, потому что я категорически убежден, что у Бога нет проявлений без цели, его цели. Не бывает чудес ради чудес, не бывает действий ради действий. Всегда за тем или иным действием его стоит какая-то цель. И вот здесь мне цель вполне понятна. Я обычно, когда сталкиваюсь с какими-нибудь чудесами, о которых мне рассказывают, с любыми сверхъестественными проявлениями, я спрашиваю, а цель какая? И если эта цель не видна, она может просто мне быть не видна, так что такое бывает, да? Но если цель не видна, то я имею право сомневаться, а было ли это действие Божие. В данном случае мне цель-то как раз понятна. Он хочет сказать людям, а Бог делает так, чтобы максимальное количество людей, пришедших в Иерусалим, его действительно поняли. Мы с вами читаем 14 стих 2 главы, написано. Тогда Кефа поднялся вместе с 11 учениками и воскликнул, обращаясь к ним, иудеяне, и все находящиеся в Иерусалиме. Позвольте мне объяснить вам, что все это означает. Слушайте меня внимательно. Эти люди не пьяны, как вы полагаете, сейчас ведь только 9 утра. Нет, это то, о чем сказано у пророка Йоэля. А Дунай говорит, в последние дни я и залью от Святого Духа на каждого человека. Ваши сыновья будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видение, ваши старики будут видеть сны. Даже на рабов и мужчин и женщин я и залью от Святого Духа. В те дни они станут пророчествовать. Я сотворю чудеса в небе, наверху и знамени, на земле внизу кровь и огонь, клубы дыма. Солнце померкнет, и луна станет, как кровь, пред наступлением великого и страшного дня Адуная. Затем всякий, кто призовет имя Адуная, спасется. Кефа Шимон говорит здесь о последних временах. Что мы знаем о последних временах? Есть много слов, которые Ешуа говорил об этом. Очень много находим мы у пророков, которые говорят о последнем времени. Есть несколько основных моментов, которые вот в эти последние времена присутствуют очень часто у людей, которые об этом говорят. Я имею ввиду пророков. Прежде всего они увязывают вот эти дни Адуная с большим количеством страданий. И мы должны это понимать. Ешуа нам говорил, я вот только что вспоминал по поводу, в связи с этой заразой, которая бродит по миру. Ешуа говорил, что будут болезни. Но это еще не конец. Что предшествует, какое событие важное и глобальное предшествует приходу того самого мессианского царства, царства Машеха, когда еще на земле и правит всем миром. Очень важное событие, которое не удастся обойти никому из живущих на земле. Это суд. День Адуная, да, день Господа. Этот суд называется страшным. Почему? Вы, наверное, слышали такое выражение страшный суд. На самом деле, я не уверен, что люди понимают, которые это произносят. Но действительно будет страшным. Почему? Потому что происходит действие по отношению к человеку, когда человек, который будет его очень сильно пугать. Замечу. Приход пред дачами Божьими, это уже великий испуг. Мы с вами, когда читаем пророка Исаио, который пришел пред Богом, он очень сильно напугался. Пал на лице свое. Если мы будем видеть, как Даниэль представал пред Богом, мы тоже увидим, что это всегда выматывает человека. Речь идет о чудесах и знамениях. Единственный нюанс, на который здесь не так понятен, может быть, да, собственно говоря, и дальнейшие какие-то произведения апостолов показывают, что они не очень этот момент понимали. Как быстро это все будет происходить? В Писаниях есть намек на то, что ученики Исшоа думали, что, когда он ушел, они думали, что он быстро придет назад. Вот еще чуть-чуть, там, сколько-то времени, там, более поздние послания, когда мы читаем Шауля или Петра, мы видим, что там находится мысль, уже появляется мысль, что, наверное, это произойдет не очень быстро. Не так быстро, как они ожидали. Навряд ли кто-то из них себе представлял, что это протянется больше двух тысяч лет. Но я хочу подчеркнуть, тогда это было только начало. И вот эти чудеса и знамения, есть толкователи, которые говорят, что, например, когда мы с вами читаем у Матфея в 26 главе, что солнце померкло, да, когда Исшоа висел на стойке казни. Это одно из таких знамений, безусловно, это знамение. Только все это распространяется на время. Но вот смотрите, какой акцент здесь делает Петр. Он говорит, кто призовет имя Адуная, тот спасется. Признание Исшоа Мессией, это то, что приводит человека к спасению. В 22 стихе мы с вами читаем такие слова. Люди Израиля, послушайте, вот что. Исшоа из Назарета был человеком от Бога. И это было подтверждено могущественными делами, чудесами и знамениями, которые Бог совершил через него у вас на глазах. Вы сами это знаете. Этого человека взяли под стража. И согласно Божьему замыслу, который был предопределен им и известен ему заранее, и с помощью людей, не состоявших под второй, вы пригвоздили его к стойке казни и убили. Слова, которые часто используют против Израиля. Но давайте вникнем, а что здесь действительно написано. На самом деле, в чем вина людей перед Богом? В том, что Исшоа был распят. Смотрите. К этому мы придем. Смотрите. Он действительно был распят. Но мы с вами читаем по плану Бога. Понимаете? То есть, это не было неожиданностью для Бога. То Шимон пишет в послании, что этот план был приготовлен еще прежде создания мира. Больше того, если мы с вами читаем внимательно в Евангелии, Исшоа просит отца. А я не верю, что его молитва могла остаться неотвеченной. Будучи на кресте, Исшоа просит, не вмени им этого греха. Так в чем же состоял грех? Грех состоял в неверии. Израиль не поверил, что он Машех. Почему? Потому что если бы поверил, то надо было бы его слушаться. Так Маше Рабейну пишет. Если, когда придет Машех, тот, кто не будет его слушаться, будет наказан. Мир не поверил, что это Адунай, что это Бог, который пришел во плоти. Я хочу подчеркнуть, речь не идет, очень часто претензии иудаизма к нам заключаются в том, что Исшоа, человек, которого сделали Богом, ничего подобного. Исшоа, Бог, который стал человек. Он был предназначен для смерти за грехи, за грехи всех людей. Поэтому неважно, хотя, если мы с вами внимательно читаем в процедуре распятия, и иудеи участвовали, и язычники участвовали, руки убивали, не еврейские его, да? Да, были те, которые стояли там в толпе, кричали, распни его, распни. Там были разные. Ну, кстати, сказать, как мы можем заметить, по-настоящему верующих там навряд ли присутствовали. Почему? Потому что они должны были в это время Песах праздновать, да, а не быть в некошерном месте, которое бы помешало им кушать пасху. То есть, Священное Писание нас учит тому, что это был план «но». То, что это был план Божий, абсолютно не снимает с нас вины. Мы все равно, люди виноваты. Раф Акива говорил в трактате, а вот мы читаем, «все предопределено, но свобода дана». То есть, винить только Израиль, сам Бог не винит Израиль в этой смерти. Он вообще никого в этой смерти не винит. Бог винит людей за то, что люди не верят. И вот это неверие и приводит человека в состояние вины перед Богом. Обратите внимание, что здесь Петр делает. Он говорит, «вы». Хотя там были не только евреи, там были многие народы. Но почему он говорит, «не мы, а вы?» Почему он говорит, «вы, а не мы?» Заметьте, очень чаще всего, когда еврей, верующий еврей, говорит об Израиле, он говорит, «мы». А Петр говорит, «вы». В чем разница? В том, что Петр уже поверил. А те, которые перед ним стояли, еще не верили. Понимаете? И поэтому ему нужно было разделять. И он называет их братьями и друзьями, и любит их. Но до тех пор, пока человек не переходит вот этот рубеж, рубикон, эту реку, к вере, этот барьер продолжает их разделять. И хотя его слова обращались прежде всего к современникам, живущих вместе с ним, по сути и сегодня продолжается эта же ситуация. Вы знаете, когда я учу, я всегда говорю о народе израильском, не отделяя себя. Я часто повторяю эту мысль. Я ни в хорошем, ни в плохом себя от своего народа не отделяю. Но есть раздел принципиальный, который отделяет меня от моего народа. Неверие. Я верю, что еще был Машех. Я верю, что он приходил сюда, и все, что написано в Евангелии, и правда. Я верю, что он умер за грехи и воскрес. Вот это очень важно. Если бы еще они воскрес. То это все было бы лишено смысла. Его воскресение из мертвых доказывает то, что эта жертва, которую он принес пред Богом, Богом принята. Почему это так важно? Потому что благодаря этой жертве прощаются грехи. Грехи не могут быть прощены без жертвы. Грехи не могут быть прощены без жертвы. Вся Тора насквозь говорит нам многократно, что не бывает прощения без пролития крови. Тот факт, что эта жертва есть, позволяет мне уверенно утверждать, что мои грехи прощаются, если я их исповедую. Ешоа умер вместо нас, и по сути вина лежит на каждом из нас. Но еще до того, как это произошло, он сказал, что если доверитесь мне и покаетесь в грехах своих, то у грехи будут прощены. 24 стих. Однако Бог воскресил его и освободил от страдания смерти. Смерть была не в силах удержать его. Смерть это противоестественное состояние, которое появилось после грехопадения. Сегодня я наткнулся в интернете, как один говорит, что все мы рано или поздно умрем. Он и прав, и не прав. Он прав почему? Потому что переход от этой жизни физической в жизнь будущего, это тоже смерть. Называется так в нашем языке, по крайней мере. Но то, о чем здесь говорится, это смерть, которая уничтожает душу навсегда. Шауль пишет, что жало смерти это грех. То есть инструмент, с помощью которого смерть убивает человека, это грех человека. И есть очень простой способ, простой в смысле понимания, но не в смысле, как это сделать. Если отрезать, вот скорпион, вы сталкивались со скорпионами? Ну, в нашем климате они есть. Я служил в Туркмении, и я там еще сталкивался с этим делом. Если скорпиону отрезать жало, то это самое безобидное существо на планете. Он ничего не может вообще. Ну, просто ничего. Я думаю, что он и не выживет, наверное, я не знаю. Да, но он просто, он такой рак бегает, симпатичный. Но пока это жало у него есть, боже упаси, к нему прикоснуться. Так вот, то, что сделал еще, он отрезал это жало. А поскольку он сам был безгрешным, то эта жертва сделала возможным отрезать это жало для каждого человека, живущего на земле. Но еще поставил условия, если будут веровать. Он имел право, это его действие, это его поступок. Представьте себе, что я пришел к любому из вас и говорю, я тебе дам миллион долларов. Хорошо было бы, чтобы у меня были такие деньги, чтобы я так жил. Но, поскольку я это вам даю, то я могу сказать, ну, у меня есть пара условий. Имею право, имею. Это же мое. Теперь, если вы не будете выполнять эти условия, то я могу не давать. Или забрать назад. А это же наш с вами договор. Еще заключил с нами договор. Это называется завет на языке священных писаний. Он заключил с нами завет. Он говорит, ну, веришь? Раскаиваешься? Принимаешь? Нет, не принимаешь. Мы с вами читаем 25 стих. Потому что Давид говорит о нем так. Я всегда видел Адуная перед собой, ибо он по правую руку от меня, чтобы я не колебался. Поэтому сердце мое радовалось, язык мой ликовал. Шимон говорит. Кстати, я еще раз хочу обратить внимание. Я это говорил уже. Шимон очень педантично, и это можно наблюдать и в его посланиях, и в его речах, стремится всегда опираться и использовать священное писание. Он берет текст из священного писания, и этот текст трактует. Можно не соглашаться с его трактовками, но сказать, что он не использует Тору, не использует тексты, будет неправдой. И здесь он использует Псалом. Он говорит о Давиде. И, собственно, мы знаем с вами, что Давид умер, есть гробница. Сейчас этой гробницей считается, что она находится на горе Сион. На самом деле не факт, что это именно то место. Очень многие говорили, ну, где-то примерно тысячу лет назад, кстати, благодаря крестоносцам, решили, что там эта гробница, и вот она там считается до сего дня. Дальше Шимон говорит. Следовательно, как он был пророком, что Бог поклялся ему в том, что один из его потомков займет трон. И он предсказывал воскресение Мессии, что именно он будет не оставлен в Шиоле. Если кто не понимает, Шиол в аду, да, в русском библиоте. И его плоть не познает тления. Бог воскресил Ешуа, и мы все этому свидетели. Более того, он был вознесен правой рукой Бога, и он принял от Отца то, что тот обещал, а именно Руаха Кодыш. И излил этот дар, который вы сейчас видите и слышите. Ведь Давид не восходил на небеса, однако говорит. Адонай сказал моему господину, сиди справа от меня до тех пор, пока я не положу твоих врагов у ног твоих. Интересно, что он говорит здесь в будущем времени, да? Давид умер давно, а говорится о том, что будет впереди. Он посадил царя Машеха по правую руку от себя. Мидраш говорит, есть древние мидраши, которые говорят, что эти слова адресованы, сказаны об Аврааме. Но опять, Авраам в прошлом. А Давид говорит о будущем. Дальше. Есть мидраши древние достаточно, где-то третий век, которые говорят о том, что таки по правую сторону от него будет сидеть от Бога Машех, а по левую Авраам. И даже есть такое, что Авраам скажет, ну а что это мой потомок, потомка, сын сынов моих сидит от тебя по правую сторону. А Бог ему ответит, это из мидрашей. А Бог ему ответил, ну так я от тебя по правую сторону. То есть находить слева от Бога, это значит, что Бог от тебя справа. Чтобы было понятно, справа это всегда превосходное место. В древности цари по праву от себя сажали только очень-очень-очень почитаемых людей. 36 стих. Итак, пусть весь дом Израилев твердо знает, что Бог сделал его Господом и Мессией, того самого Ишуа, которого вы казнили. Смотрите, для людей, которые там находились, слово Машех, это не просто слово, помазанник. Мы с вами знаем, что помазывали на царство, помазывали на священство, помазывали на пророческое служение. Но было слово Машех, которое применялось к тому самому Машех, как мы сегодня это произносим, который должен прийти в этот мир и совершить великое дело. Почему так важно этим людям понять, что Ишуа Машех? Я уже говорил, Моисей писал, когда придет Машех, его нужно слушаться, его нужно почитать и делать все, что он говорит. Иначе Бог вас накажет. Вот это, собственно говоря, то, к чему призывает здесь Шимон. Он говорит, ребята, Машех пришел, и его надо слушаться. А как именно его слушаться, ну вот об этом мы уже в следующий раз поговорим. Окей? Хорошо. Помолимся. Амин. Я, кстати, хотел сказать, чтобы вы знали, что было это самое. Я по фамилии-то не Щербаков, если кто не в курсе, моя фамилия Каплан. То есть это говорит о том, что я из священнического рода. И поскольку я первенец у своего отца, то и так, и так я должен быть Коганом. Но это все в прошлом. Понимаете? Ну, я к тому, что когда я совершаю Беркат Коганим, то есть, ну... Магия. Магия, да. Но я не хочу, я не... То есть я всегда... Меня, я когда бываю там у Лени или то самое, ну, у ребят за рубежом, вот откуда вам приветы передавали там, фотографии слави. А это самое, мне говорят, Миша, выйди благослови. Я говорю, ну вы же, ну, как бы я, ну... Нет, все, мы принимаем твое Коганство, выходи благословляй. Ну, я выхожу благословляю. Все, выключаю. Спасибо.